Установка средств автоматики существенно упрощает управление электросетями. На примере замены электросчета посмотрим, что можно сделать для связи устройств защиты с противоаварийными и пожарными датчиками или системами. Действующее оборудование зафиксировано на следующих фотографиях. Удаляемый электросчет предназначался для учета и распределения электроэнергии на 14 точек подключения. Исполнение оставим без внимания. Видимо десятки лет назад лучше сделать не смогли. По заданию новый щит должен иметь ширину и глубину прежнего. Электропроводка не меняется. Хотя использован несовременный провод, он проложен в стальных трубах. Количество и мощность подключаемых приборов остаются прежними. Счетчик не устанавливается, так как находится во внешнем щите. Нагрузка должна быть разделена на отключаемую при отсутствии людей и на неотключаемую. Первым делом определяем порядок расположения кабельных каналов и проводим маркировку. Теперь переходим к схеме нового электросчета. Начинаем с трехфазного ввода и здесь предусматриваем аппарат защиты. По каждой фазе установим независимое релье напряжения. Это допустимо, поскольку трехфазной нагрузки, трансформаторов и двигателей в системе нет. Каждую группу нагрузки, отключаемую и неотключаемую, защищаем своим выключателем дифференциального тока. В линиях отключаемой группы для защиты используем в основном автоматические выключатели дифференциального тока. Для мощной нагрузки выбираем автоматические выключатели дифференциального тока, совмещенные с устройством защиты при дуговом пробое, а также один четырехполесный дифференциальный автомат. По неотключаемой группе защиту линий строим на двухполесных дифференциальных автоматах. Завершаем схему присоединением радио-реле параллельно с каждым групповым выключателем дифференциального тока. Как неоднократно показано в других фильмах, эти реле по радиосигналу подключают нагрузку и обеспечивают срабатывание защиты. Посмотрим возможности, которые появляются при данной схеме. Во-первых, при срабатывании отдельных пожарных или противоаварийных датчиков может быть отключена каждая группа отдельно, либо все группы вместе. Как настроим работу радио-реле, таким и будет отключение. Во-вторых, при построении полной сигнализации появляется возможность отключать группы через контрольную панель, дистанционно с помощью мобильного телефона и компьютера. Также можно будет использовать более широкий набор датчиков, которые не имеют прямой связи с радио-реле. Для сокращения сроков замены сборку нового электрощита начинаем с макета, на котором полностью формируем конечные изделия без протяжки соединений между блоками. Старые провода в щит не затягиваем. Все присоединения выполним через винтовые клеммы. Размещаем их в порядке подхода кабельных каналов. Колодки и устройства маркируем по мере установки. Общий аппарат защиты и реле напряжения приближаем к вводу. Сразу за ними ставим групповые выключатели дифференциального тока. К правому УЗО присоединяем группу отключаемых устройств, к левому группу неотключаемых. Групповые устройства снабжаем радио-реле и нагрузками. Перед установкой макет разбираем, блоки разъединяем и извлекаем из корпуса. При такой подготовке время замены щита будет минимальным. Демонтаж начинаем с отключения и проверки. Отсоединяем и убираем проводку. Размечаем и выполняем крепление нового щита. Монтируем и выравниваем положение корпуса. Устанавливаем и соединяем блоки. Проверяем совпадение устройств и панелей. Фиксируем провода с помощью органайзеров. Подключение начинаем с ввода и проверки цепей без подачи напряжения и с подачей напряжения. Присоединение линий выполняем в порядке подхода кабельных каналов. Маркировочные бирки переносим в видимую зону. Исключаем перекрестное расположение проводов. Закрываем устройство и общий кабельный канал защитными панелями. Для проверки средств автоматики настроим радиорелье так, чтобы они могли работать с тремя пожарными извещателями по трем сценариям. Первый извещатель связываем только с реле отключаемой группы. То есть программируем на отключение одной этой группы. Второй на отключение другой группы. А третий на отключение всей нагрузки. Осталось показать, как автоматика работает. С помощью фена инициируем сработку извещателя и отключение одной группы. Во втором опыте инициируем полное отключение. Продолжение следует... Поскольку выбранный щит выполнен из стали, при закрытых дверках щитка проверяем устойчивость радиосвязи для всех точек установки извещателей в доме. После проверки электрощит готов для работы с различными радиоканальными датчиками и системами сигнализации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...